Щедрый газ, щедрый газ дивиденды выдвинули Газпром на второе место по капитализации. 1. Коммерсант от 14 мая 2019 года, 19-25. Под конец сегодняшней торговой сессии на московской бирже Газпром по капитализации вышел на второе место, обогнав Лукоил и Роснефть. Росту котировок на 17% способствовало решение правления газовой монополии о двукратном увеличении дивидендных выплат по сравнению с прошлым годом. Участники рынка надеются, что столь высокие выплаты компания сохранит в дальнейшем. Спокойное течение торгов акциями Газпрома сегодня резко изменилось после 15.45. В считанные минуты акции прибавили в цене более 9% и в дальнейшем продолжали рост. Именно в это время газкомпания обнародовала предложение правления об увеличении дивидендных выплат до 393 миллиардов рублей, или 16 рублей и 61 копейка на одну акцию. Это более чем в два раза превышает размер выплат за 2017 год. 8 рублей и 4 копейки причем в начале апреля правление уже выдавало свои рекомендации по дивидендам. Но они были гораздо скромнее, всего 10 рублей и 43 копейки на акцию. На это значение и ориентировались участники рынка. Таким образом, как отмечает управляющий активами, руководитель направления алгоритмической торговли ГК Фином Александр Горчаков, В момент объявления новости дивидендная доходность составила примерно 10,2%, что почти в два раза выше дивидендной доходности 2017 года, когда она была примерно 5,4% в момент объявления. Новость стала для рынка полной неожиданностью, указывает управляющая инвестиционными портфелями. Фредер Квилхельм Рейфайзен Владимир Веденеев Квилхельм Рейфайзен По мнению участников рынка, ключевым вопросом на данном этапе является дальнейшая дивидендная политика газового холдинга. Исходя из чистой прибыли Газпрома по МСФО за 2018 год, составившей 1,456 ТРЛН рубль, доля дивидендных выплат составит 27%. Как считает Владимир Веденеев, если история получит продолжение, то с учетом статуса голубой фишки инвесторы будут покупать бумаги Газпрома даже под 8% дивидендную доходность. Это, по оценке эксперта, подразумевает уровень свыше 200 рублей за акцию. Более того, если Минфину удастся добиться увеличения выплат до 50% от МСФО, именно этого министерства ждет от всех газкомпаний, отмечает господин Веденеев, то акции Газпрома может ждать дальнейшая переоценка. Виталий Гайдаев Дмитрий Ладыген Российские компании выплачивают рекордные дивиденды. Крупнейшие российские компании по итогам 2018 года направят на дивиденды свыше 2,5 ТРЛН рубль, рекордный объем за всю историю фондового рынка. При этом в условиях действия различных факторов, оказавших давление на котировки акций, стоимость компаний не поспевает за ростом выплат. В результате дивидендная доходность российских ценных бумаг остается самой высокой в мире. Впрочем, российский рынок не может похвастаться широким выбором ценных бумаг, а сохранение высокой доходности не гарантируется компаниями. Читать далее.